С 10 ноября вступило в силу соглашение между правительствами Китая и Казахстана о безвизовых поездках. Годом ранее Казахстан в одностороннем порядке открыл безвизовый режим для граждан Китая на 14 дней. А теперь безвиз будет действовать и для казахстанцев. А какие преимущества дает эта мера и много ли желающих открыть для себя Китай, узнала наша съемочная группа в Восстании. После пандемии в Казахстане спрос на ОТО в Хайнане резко возрос. Безвизовый туристический рай каждую неделю только этот туроператор отправляет два полноценных борта. Теперь же со снятием визовых ограничений по всему Китаю здесь готовится к новому наплыву туристов. Я думаю поток будет колоссальным. Мы уже готовим несколько программ именно для наших туристов посетить комбинированные. То есть это остров Хайнань и города Пекин, Шанхай, Сиянь и другие материковые части, которые интересуют. Открыть для себя Китай с богатой древней культурой, живописными ландшафтами, уникальной медициной желает все больше казахстанцев. Ведь до сих пор многих останавливала сложная процедура подачи визы. Я бы, наверное, хотел увидеть стену, да, великую китайскую стену. Наверное, я бы хотел посмотреть большие города, да, Пекин посмотреть. В целом насладиться природой, она же там тоже шедевральная. Я бы посетила бы Тиркуту армию. Ну и, возможно, какие-нибудь красивые места, ну, допустим, где вот предположительно снимали аватар. У них культура другая. У них, как сказать, более проще, что ли, мировоззрение лучше. Как ини-янь, как у них ежи. Вот. Вот всему этому хотелось бы и научиться, и понять мировоззрение их. Безвизовый режим будет действовать в течение 30 дней. А за полгода в совокупности можно провести без ограничения в Китае почти три месяца. Безвизовый режим распространяется не на всех казахстанцев, а только для тех, кто хочет посетить родных, отправиться в путешествие или деловую поездку. Тем же, кто намерен учиться или работать в Китае, требования остаются прежними. Подобные правила распространяются и на жителей КНР. Здесь тоже ожидают большие выгоды от новшества. Особенно приграничный Синьцзянь-Уйгурский автономный район. В Астане на днях делегация Исуар представила казахстанским туроператорам свои возможности и туристический потенциал. За первые полгода мы отправили несколько больших групп китайских туристов. Всего в этом году уже больше 10 тысяч человек посетило Казахстан. И мы уверены, что с введением безвизового режима такое же огромное количество казахстанцев посетит и наш район. У граждан Китая особый интерес в Казахстане вызывает объекты шелкового пути и природные красоты. Это внимание будет возрастать. Ведь следующий 2024 год объявлен годом туризма Казахстана в КНР. По моим прогнозам должно быть не менее 300 тысяч туристов в первый год безвизовый. 300 тысяч казахстанцев могут посетить Китай и 300 тысяч китайцев могут посетить Казахстан. Я думаю, что для первого года это очень хорошие показатели. Сейчас между странами выполняется 27 регулярных авиарейсов. Они соединяют Алматы и Астану с Пекином, Сианем, Ханжо и Урумчи. В ближайшее время только казахстанские авиаперевозчики намерены почти вдвое увеличить количество рейсов с 9 до 17. Что касается китайских перевозчиков, если же будет инициатива со стороны Китая, я думаю, что с введением этого безвиза в режим они тоже будут смотреть пассажиров, пассажиропоток будут смотреть уже свою техническую возможность и будут увеличивать тоже рейсы. У нас режим открытого неба действует на территории Казахстана, в том числе 13 крупных аэропортов. Мы в рамках этого режима готовы предоставить неограниченное количество рейсов для китайских перевозчиков. Безвиз открывает огромные возможности и для бизнеса. Будут расти торговли, взаимные инвестиции, развиваться производство, сельское хозяйство, инфраструктура и коммуникации, считают эксперты. Китай сейчас занимает второе место в мировой экономике. И взаимствование новых технологий, взаимствование новых опытов, новых каких-то проектов, кейсов для отечественных производителей, для отечественных бизнесменов – это очень большая возможность. Ну и, конечно же, это углубление культурного взаимодействия, потому что мы знаем, что сейчас уже около 25 городов между Казахстаном и Китаем стали городами-побратимами. Укрепление связи ожидается по всем направлениям, а это значит, Астана и Пекин станут еще ближе. Саид Эларкинова, Талапракопов, Середин, Астана.